В Лос-Анджелес. Только что поступили новости об ужасном убийстве в Рейдондо-Бич. Соня Джейкобсон ведет прямой репортаж с места событий. Все верно, Ник. Сейчас я в Рейдондо-Бич, где полиция Лос-Анджелеса проводит расследование по поводу вчерашнего убийства 22-летней Лизы Гонсалес. Официальных заявлений пока не было, но полицейские, с которыми я говорил, утверждают, что в наличии все признаки того, что убийство совершил так называемый зеркальщик. Таким образом, общее количество его жертв на юге за последние два года составляет теперь 15 человек. Прозвище, кстати говоря, такое ему дали за то, что он забирает с собой глаз жертвы. Вследствие, похоже, нездоровой жажды трофеев. Как уверяет полицейский департамент Лос-Анджелеса, полиция сделает все возможное для того, чтобы найти маньяка в эти праздничные выходные. Рюзонар. Гражданский. Эк, всем спокойно. Эк, всем спокойно. Иисусе, хули ты сюда вылупился? Двигай, мудила. Иисусе, хули ты сюда. Все чисто. Сдается в аренду. Закрыто. Я могу помочь, сэр? Я хочу положить вещи на хранение. Готовность пять минут, ребятки. Проверить оружие. А ладно, мужик, уже проверяли. Тогда проверить еще раз, Сэко-3. Легкая цель, никакой охраны. Только персонал, кучка гражданских. Никто сегодня стрелять не будет. Поэтому оружие на предохранителе. Патронник пуск. С таким же успехом можно идти туда с водяными пистолетиками. Кстати говоря, у меня еще нож для масла есть в кармане. Трейси, не кипятись нахуй. Боюсь, мы уже не принимаем депозиты. Вообще-то, как видите, мы закрываемся. Вы не получали наше письмо? Я не получаю писем. Понятно. А что с ней? Она получила наше письмо. Мы просим клиентов прийти и забрать все из своих ячеек. А если не заберут? Ну, приедут федералы и все изымут к себе на хранение. И попытаются найти владельцев. Это мне не надо. Большинство наших клиентов с вами согласятся. Но такой порядок. Тогда я хотел бы забрать свои вещи. Ну, для этого вам надо получить письмо. Я уже говорил. Да. Вы не получаете письма. Ну, у вас права с собой? Есть вот это. Ну, преподобный, вот что мы сделаем. Проходите к стойке. Я все подготовлю. Выдвигаемся через пять минут. Надеть маски. Кто-нибудь, разбудите Бигза. Рок-н-ролл. Так, это я отдаю обратно. Возьмите. Ну, долго еще? Подождите минутку. Еще раз просим прощения, миссис Ваксман, за то, что причиняю вам такие неудобства. Боюсь, этого явно недостаточно, молодой человек. Я здесь обслуживаюсь лет пятьдесят уже. Закрываться таким образом – это натуральное издевательство над клиентами. Ну, времена меняются, боюсь. Мы все тут просим прощения. Вы присядьте тут, а я пока вызову такси отвезти вас домой. Иди нахуй. Дэнни. Да, сэр. Преподобный желает освободить свою ячейку. Он в списке? Он не получил письмо. Но я все подготовил, он может забирать. Это не совсем по правилам. Но, думаю, ничего страшного. Отведешь его сразу, как я закончу с миссис Гован. Да, сэр. Мне надо это сделать сейчас. Как вам должно быть объяснили, сегодня только один человек за раз. Поэтому будьте добры, дождитесь своей очереди. Спасибо. 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 Уверен, вы не будете против, если я пройду первым. Я... Ну, я тут уже давно сижу, и практически опоздал на свой Пилатес, так что... Ладно. Если это вам так важно. Вы уверены? Ага. Как видите, она просто счастлива пропустить меня. Хорошо. Следуйте, пожалуйста, за мной. Я отведу вас. После вас, сэр. - Продолжение следует... 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 Чего? Стоп, стоп. Босс сказал... Босс? Босс наш хуесос. Рейси все уладит, когда мы тут закончим. Ты ее только что по имени назвала Элли. Господи. Из теха 4. Ага, ну как сказал этот чел? Это уже без разницы. Доволен? А теперь сел нахуй. Я на это не подписывался. Вот как? Ну тогда решай побыстрее, на чьей ты стороне. Это херня все, и ты это знаешь. Эхо-3, ты уже в хранилище? Ага, только зашла. Непонятно только, куда пропал этот гражданский. Что мне делать теперь? Продолжать искать? Нет, мы не можем тут шариться вечно. А довалить отсюда. Достань товар. Принято. Эхо-6, доложить обстановку. Эхо-6, доложить обстановку. Эхо-4, доложить обстановку. У нас тут вечеринка в разгаре. Эхо-4. Эхо-4. Эхо-3, доложить обстановку. Эхо-3, доложить обстановку. Начинать уже? Пока нет. Эхо-3, ты меня слышишь? Какого хуя она так долго? Может, она не настолько хороша оказалась? Иди ты нахуй. Следите за языком. Ой, простите нахуй, я забыла, что мы в воскресной школе. Короса ты ебланская. Послушайте, вы, конечно, гангстеры, но, по крайней мере, могли бы соблюдать какие-то приличия. Гангстеры? По-твоему, сейчас 1936 год нахуй? Не будь стервой. Простите. Закурить надо. Не здесь. Господи, женщина. Бодительность не теряй. Да куда они денутся? Идем. Мне нужен твой телефон. Не понимаю, о чем ты. Да ладно, он у тебя в заднем кармане. Я сейчас отдам, ну же. Ладно, быстрее только. Что делаешь? СМС у 911. А что, так можно? А если они вернутся? Из-за тебя нас всех убьют. Да заткнись ты. Он хотя бы что-то делает. Вообще-то вы тут управляющий. Ну, простите, миссис Гоуэн. Но это уже вне моей компетенции. Ладно, пошли обратно. Идем уже. Что? Чего? Ничего. Улица и двойным аллакадо. А, еще, наверное, добавьте двойной чили туда же, ладно? Вы любите, значит, остренькое? Люблю остренькое. Это будет 15-20, пожалуйста. 15-20? Ты издеваешься? Я смотрю, Вольфганд Пак наконец-то подался в тако-бизнес. Эй, не надо меня упаковывать, дамочка. Я тут просто выжить пытаюсь, блин. Эй, ты мне тут не милочка. Для тебя детектив. Ладно, ладно, но с вас все равно 15-20, детектив. Так что детектируйте мне денежку, пожалуйста, пока я ваш заказ готовлю, лады? Да ты нихуя себе комедиант, я смотрю. Один Уильям шесть, один Уильям шесть. Один Уильям шесть на связи. Возможно, 211 недалеко от вас. Ясно, принято. Не знала, что там банк есть. Это депозитарий с ячейками. Закрыт уже две недели как. А кто звонил тогда? СМС-ку прислали на 911. Шутите? Разве так можно? Отправляйтесь по адресу, оцените обстановку. Я, знаете что, пришлите-ка туда патрульных. Пусть выдвигаются. Принято, один Уильям шесть. Смотрите, вдруг это телефонное хулиганство. Ясно, уже еду. Уильям шесть, конец связи. Эй, детектив, ваш Буррито. Вот как, значит, сто миллионов выглядит. Я тут закончила. Товар у меня. Не прошло и полгода, блядь. Иди ты нахуй. Руки покажи, чтобы я их видела. Откуда ты тут взялся? Ловкий уебок. Пол? Я нашла пропавшего гражданского. Понял. Сейчас буду. Принято. Связывать ты меня не собираешься? Черт, нас два. Я знаю, как все делать. Без свидетелей. Могли бы меня и отпустить домой. Я свое забрал. Да? И что там? Личные предметы. Ничего для вас ценного. Но это мне решать. Че за нахуй? Че за нахуй? Че за нахуй? Что за нахуй? Всем постам легалые, повторяю, легалые, повторяю, легалые, чёрт. Это вы, что ли? Диспетчер сказал, это розыгрыш. И послала мне парочку дошколят. Стапы. Серинулись искать этого зеркальщика, а мы сюда. Вы на девичниках не выступаете? Нет? Заходим, прикройте. С удовольствием, детектив. Кто такой нахуй? Блять! Пол! Что происходит? Босс! Нас легалые, трое. Лечимся нахуй, жилы отсюда. Я подрезал твою лучевую артерию. Благодарю, жить тебе осталось минут девять. На твоём месте, я бы хорошенько подумал о том, что делать с оставшимся временем. День добрый. Я детектив Паскаль, полиция Лос-Анджелеса. Сообщили об ограблении у вас. Ограбление? Звучит серьёзно. А вы кем будете? Помощник управляющего. Ну, как видите, это отделение закрыто. Мы уже упаковываем вещи. Здесь и грабить нечего. Иисусе. Ты же этот самый зеркальщик нахуй. Иисус тут ни при чём. Ёб твою мать! Не против, если мы зайдём, осмотримся? У нас политика компании. Нельзя, простите. Вам надо ордер. Но не тогда, когда совершается преступление. Ну, как я уже сказал, тут ничего не совершается. Да. Забавно, но сигнал пришёл из этого здания. Правда? Не представляй, как такое могло случиться. Ну, это был текст, так что... Ну, тогда он вообще откуда угодно мог быть. Да, но что забавно... Я сейчас покажу вам. Видите? Эй! Спасибо за сотрудничество. Блядь! Видишь ли? Я только что разрезал твою бедренную артерию. Ты проживёшь ещё три, может, четыре минуты. Но я не врач, конечно. Сейчас твое сердце выталкивает кровь из тела. Но я не смеюсь над тобой. Я смеюсь с тобой. Это удивительное время. Это последние моменты твоей жизни. Каково это? Что ты ощущаешь? Ощущаешь радость? Можно я посмотрю? Можно я гляну? Парни. Тут копы сюда идут. О, чёрт. Парни. Эй, отвечайте. Ну, бля. Ебать копать, босс. Иди, глянь сюда. О, чёрт. Как поживаете? Здрасте. У вас тут осталось чего-то? А, ну, вы что-то хотели? Выйдите из фургона, сэр. Стоп, стоп, послушайте. Выйдите из фургона. Да ладно, ну что за дела вообще? Это не просьба. Из фургона. Чёрт, она взяла Рика. Давай я помогу тебе. Вот так. Он на предохранителе. Попробуй теперь. Стоять! Замерк! Не с места! Не-не-не-не-не. Ебать же ж ты, идиот. Стоять! Ствол, ствол! Прикрывайте нахуй. Внутрь, внутрь давай! Не стреляйте! Они же в нас стреляют! Там гражданские внутри. Они не пытались убить нас, идиоты. Иначе мы бы уже были покойники. Рацию дал? Это один William 6. А нам открыли огонь. Нужно подкрепление. Все нормально будет, дружище. Господи! Как? Не очень. Все хорошо. Могу перевязать, но... Да, я знаю. Что там творится? Мы слышали выстрелы. Здесь копы. Боже! Все нормально. Они снаружи. Мы внутри. На этот случай есть план. Соблюдаем спокойствие. Положи руку. Биггс, что? Время. Его надо заштепать, мужик. Его нам фаршировали. Кровь сама не остановится. Все будет хорошо. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темном. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Я сделал, что мог. Ему надо на больничку. Да, я в курсе. Ладно, и тут оставайся. Наблюдай. Если начнем валить копов, все сильно усложнится. Уже усложнилось. Это да. Я пойду в хранилище, разберусь там со всей херней. Стой, Биггс! Ебать твою мать! Мы тут с ума сходим! Какого черта происходит? Копы. Рика подстрелили. Какого хуя? Кто-то позвонил, похоже. Позвонил? Вот же ж блядский Дэнни. Так я знала, он что-то замышляет. Я его грохну. Лучше этого не делать, ясно? Нам нужны все заложники. Зачем? Вы тут битву за Алама собрались устроить нахуй? Нет. Нам надо время. Время? Время для чего? Биггса план. Биггса всегда план. Что в сумке? Что значит? Стой, что там с Трейси? На товар достала? Об этом надо спросить Пола. Он следит за этим. Зачем за этим? Что за нах, Биггс? Да ну нах, надо их брать. Издеваешься? У нас в машине дробовик. У вас что, парни, навязчивое желание помереть? Там минимум трое с винтовками М4. И они не боятся пускать их в дело. А внутри наверняка кто-то еще есть. Я уж не говорю про неизвестное количество заложников. Боже, что вас в Академии делать учили в ситуации с заложниками? Применять подавляющую силу. Ясно. Вот только вы подавляющими не выглядите. И что нам теперь здесь сидеть, ждать подкрепление? Смотри, вы проявляете служебное рвение? Ускорите, проверьте периметр. Гляньте, вдруг тут еще выходы есть. Вы тут в одиночку справитесь? Так будет безопаснее. Есть, сейчас сделаем детектив. Отлично. Это детектив Паскаль, убойный отдел, значок номер 5397. Говорите. Я сейчас пришлю фотку для распознавания лиц. Принято? Хорошо, спасибо. Высылаю. Кто же ты, мистер? Принято? Принято? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Казаннах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи боже. Так, внимание, всем внимание. Я в хранилище. Трейси мертва. Что значит, Трейси мертва? Мертва, значит, ее завалили нахуй. Она тут, в хранилище у меня. Кто это сделал? Похоже, тот, кого найти мы не сможем. Я так понял, он передвигается по вентиляционным каналам. В старом здании, как это, их целая сеть должна быть. Их тут дофигища. Так давайте достанем его нахуй. Отставить, Элли. У нас нет времени на игру в прятки. Он убил нахуй Трейси. Да, но мы можем либо достать этого парня, либо свалить отсюда. Но не то и другое. Мне жаль, но такой выбор. Теперь мы знаем, с чем имеем дело. Можем остановить его, если рыбнется. Ну, пиздец вообще. Мы заперты нахуй в этом банке. А товаром что? Ты серьезно? Мы не ради него сюда нахуй приперлись. Товар у меня. Но это хоть что-то. Что теперь? У нас есть план Б. Биггс уже над ним работает. Надо пару часов. Пока что будем держаться тихо. Он может и один всего, но завалил Трейси. Ну, значит, не ссыкло какое-то. Еще вот что. Он с ножом и вроде как психопат какой-то. Вырезал Трейси глаза. Ну, блин, все лучше и лучше. Чего? Мне нужно сходить в уборную. Он не выйдет. Придется потерпеть кошелка, эта старая. Нет, мне очень надо в уборную именно сейчас. Ты что, подгузники свои забыла, что ли? Сука. Да ладно, ребята. Кому это навредит? Он прав. Все равно нам тут придется побыть какое-то время. Черт возьми. Валяй, бабуля Мозес. Где тут туалет? Под коридор до конца. Потом налево. Шевелись. Давай. Что тут? Наблюдаю пока. Еще копы были? Пока нет. Ну, она подкрепление точно вызвала. Скоро дел прибавится. Все по пизде пошло, не так ли? Типа того. Но мы ж выберемся отсюда, так? Ага. Таков план. Чего? У вас двоих при рождении разлучили? Или типа того? Не. Мы, в общем, очень близки были. Вместе выросли. Счастливая семья. Так что стряслось? Пошли в армию? В одно подразделение? Нет. Пошли мы в одно время, но я попал в пихотуру. А Дэни, он всегда во всем лучше меня был, так что он оказался у рейнджеров. Ну, так вы пошли туда братьями, а назад вышли как? Врагами? Не хочу я об этом говорить. Да ладно, мужик. Я им еще тут целый час заниматься. Так что валяй. Развесели меня. А тебе, значит, скучно тут с серийным убийцей в одном здании. Ага. Типа того. Погодите. Это же мужской туалет. Ну, так посри в писсуар, перечница ебаная. Большое спасибо. Сука. Ну, мы оба повидали всякую ебанутую херню. По крайней мере, за себя скажу точно. Хотя Дэни, я думаю, тоже насмотрелся. Если не хуже. Мы оба вернулись целыми, но, знаешь, такие вещи меняют людей. Много ветеранов холит ебанутых наглухо. Я просто понял, что жизнь дерьмо. И пройдет очень быстро. Так что надо урвать свое, пока еще можешь. Понял? Так ты стал преступником. Точно. Твой брат? Я думаю, после того хаоса и мясорубки, он захотел какой-то определенности в жизни. Чутка упорядоченности. Он знал? Про тебя. До сегодня. Нет, нет, я не... Нет, не знал. Он знал, что я пропал с радаров. Итак, правильно ли я понял? Пока мы тут устраиваем эту злоумышленную херню, твой брат играет в супергероя, сдерживая наплывы хаоса. Вот уж не думал, что ты такой философ. Ну да, похоже на то. Мы как две стороны одной монеты. Время вышло, старая женщина. Блядь, я захожу. У тебя что там, проблемы? Ебать. Сейчас я тебе устрою, сукин, ты сын. Ааа! А-а-а-а! А-а-а! 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 Ну, Желли, чё за нах? Не думаю, что они вернутся. Закройся, нахуй! Они уже давно ушли. Там что-то движется. Мне откуда знать. Я думаю, тебе стоит приглядывать за вентиляцией. А я думаю, тебе надо завалить ебал и дать мне с этим разобраться. Понял? Просто хотел помочь. Босс! Они везде. Они везде. Значит, началось. Биггс, ложись. Биггс, ложись. Я тут почти закончил. Теперь машинное отделение. Время. Узнаю, как буду там. Что-то вы не спешили. Притормозили поесть пончиков. Итак, что у нас тут, детектив? Ну, у нас тут куча преступников с автоматическими винтовками, и они неплохо ими пользуются, так что я полагаю, они из бывших военных. Возможно, есть заложники. На связь выходили? Нет, пока нет. Я с одним из них говорила. Ага, я в курсе. Это фото, что вы на почту прислали. Очень сильно федералов заинтересовало. Они проявили прямо-таки огромный интерес к этим ребяткам. Что они тут делают? Эй-Джей, Элли, доложитесь. Это Эл-Джей. Что там? Элли пропала, мужик. Что значит пропала? Она повела старушку в туалет в конец коридора и так и не вернулась. Я не спешил этим поделиться. Эй, народ. Я думаю, вам стоит подойти сюда послушать. Я тут... Фистоты решил просканировать на случай, если они говорят по рации. Выведи на громкую. Ага, вот. Так, Эй-Джей, сиди тихо. Мы тут закончим, потом поищем Элли, ясно? Сидеть тихо. Нас тут давят, как тараканов. Надо делать что-то. Что, например? Нас тут четверо, а он один. У нас винтовки. У него ебучий нож. Терпение, Эл-Джей. Скоро все закончится. Ладно. Но если он снова что-то сотворит, если хоть что-то случится, я пойду за ним. Это ж глаза, мужик. Издец, отвратительно. Ты же не думаешь? Это Лос-Анджелес. Меня тут уже ничем не удивить. Пришло время поговорить с копами. Эй, детектив! Это что? Похоже, вам стоит сходить поговорить с ним, детектив. В прошлый раз прошло так себе. Позвучало так, будто у вас уже налажен с ним контакт. Решили сдаться? Надо поговорить. Я не вооружен. Ясно. Ну что, расскажите, какого черта тут творится? У нас заложники. Сколько? Это я вам вряд ли скажу. А вас сколько? Этого я уж тем более не скажу. Ну, замечательно. У вас тут прям собрание. Ага, когда департамент наконец-то высовывает голову из своей жопы, то мы неплохо срабатываем. В общем, у нас требования. Как же без них? Дай-ка я угадаю. Самолёт на взлётной полосе? Может, космический шаттл? Всего лишь школьный автобус. И медика для моего парня. У вас два часа. Школьный автобус? Зачем? Но этого я вам тоже не скажу. Ну да, конечно, не скажете. Но что будет, если мы не согласимся? Мы начнём отстрел заложников. Не похож ты на человека, который устроит такое. Вы меня не знаете. Держу пари. Служивый. Тихотура. Ты? Мой муж. Не вернулся. СУУ в Багдане. Мне жаль. Я вот не пойму, как такие парни, как вы, могут заниматься такой херней, как эта. Ты же всё перечеркиваешь. Вы должны чем-то хорошим заниматься. У всех у нас свои причины. Жаль твоего друга. Ага. Я постараюсь заставить вам медика. Спасибо. С автобусом что? А мы что получим? Удалите медика, начнём отпускать заложников. Справедливо. Я возвращаюсь внутрь. Семперфай, детектив. Биггс, доложи статус. Ещё пару минут займёт. Хорошо. Надо подготовить заложников. Иди помоги Эл-Джей привезти их обратно. А что с Элли? Сначала заложники, потом поищем Элли. Хорошо. Сначала заложники. Эй, детектив. Мы пошли сзади. Никаких дверей, только окно. Перед него можно пролезть? Ну, мы можем попробовать. Знаете что? Оставайтесь там, парни. Если всё пойдёт в разнос, возможно, придётся вам лезть внутрь. Принял. Эл-Джей, здесь. Поднимай их. Встать, идём. Давай, двигаем. Прогуляемся, живо. Без глупых мыслей, понял? Похоже, ты поговорил обо мне с Полом. Мы с ним разные. Это я понял. Служил в рейнджерах, так? Было дело. Ага, значит, ты проходил курсы полевой медицины. Рану залатать сможешь? Конечно, но... Значит, когда спустимся вниз, ты возьмёшь и подлатаешь моего парня. Огнестрел подлатать? Позаботишься о Рике или нет? Полевой медкомплект есть? Есть аптечка первой помощи. Ну, тогда ему только в больницу, я тут ничем не помогу. Это неправильный ответ. Когда спустимся вниз, ты моего парня Рика подлатаешь. Хотя бы так, чтоб не загнулся. А потом они пришлют к медика, так что пока ты им займёшься. Двигай. Идём. Эй-Джей! Про медика я понимаю, но вот автобус? Ага, слишком просто. Что думаешь? Думаю, что-то они там мутят. Причувствие у меня такое, понимаешь? Это ещё кто? Похоже, к нам на огонёк заглянули федералы. Капитан Франклин. Это детектив Паскаль, прибыла сюда первой. Я Синклер, это Чен. Эти двое Смит и Джонс. Но где остальные? Все здесь. Одна команда на одно происшествие. Полицейский спецназ так не работает. Мы не полицейский спецназ. Это кто вы нахуй такие? Детектив. Минобороны. Контрактники? А со спецназом какого чёрта случилось? Полицейский спецназ – это те, кому вы звоните в случае неприятностей. А как вы думаете, кому звонят они? Ой, как тут тестостероном понесло. Давайте расскажу, что у нас тут. Я знаю, что у вас тут. У вас тут он. Знакомый ваш? Годами его ловим. Когда вы, детектив, отправили фото на распознавание, поднялась тревога. И вот мы тут. Так, Чен, давай наверх. Вон там неплохо будет. Понял, шеф. Смит, за дело. Две минуты. Джонс, ты со мной. Ну… Так, а что великий уголовник забыл в такой дырище, как это? Это место уже даже не работает. Вы не в курсе, да? Там на 100 миллионов облигаций в ячейке хранилища. Деньги картеля. Не похоже на операцию картеля. Так и есть. Наш парень сделал себе имя на воровывании картеля. Помереть быстрее хочет, наверное. Короче, для него это плевое дело. Похоже, что внутри что-то пошло не так. Сегодня наш день. Да, кстати говоря. Вот, по ходу, дело выяснилось. Слушаю. Есть вероятность, что там внутри этот серийный убийца. Зеркальчик орудует. Похоже на то, что уработал парочку из их команды. Это точно установлено? Мы перехватили их ради обмен. Я готов, шеф. Им там вроде как медик нужен. Смит пойдет. Так, минуточку. Этот человек разыскивается департаментом Лос-Анджелеса. А это значит, что это наша операция. Я не собираюсь тут торчать и припираться из-за юрисдикции, капитан. У вас нет объективного подтверждения того, что этот зеркальчик вообще там есть. А радиоперехват это вообще может быть дезинформация. Зато точно известно, что там крайне опасный вооруженный криминал. А у ваших людей нет ни соответствующей подготовки, ни снаряжения. А у нас есть. Если не согласны, доложите вверх по служебной лестнице. А пока мест, операция наша. Ясно? Ладно. Разбирайтесь сами. Операция все равно совместная. Детектив Паскаль будет и дальше связной. Соедините меня с федералами. Добро пожаловать на борт, детектив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошли! Давай, 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 давай! Двигаем, живо, пошли, давай! Быстрее, давай, живо! Не ты, ты со мной! Пошел! Сидеть! Не рыпаться нахуй! Вот он, там лежит! Стопай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вашингтон! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вашингтон! Это Синклер. Из-за фотографии, походу, что детектив сделала. Эта херня становится все интересней. Ага. Так что за план? Смит пойдет к медикам. Соберет данные. Чен займет позицию и будет отстреливать плохих парней. Если подвернется возможность, Джонс и я на штурм. А что с заложниками? Мы о заложниках ничего не знаем. СМИ доложат. Но это, в конце концов, не важно. Штурмовать будем в любом случае. Это самая худшая идея из всех, что мне доводилось слышать. Там будет кровавая баня. Теперь вы играете с большими мальчиками-детектив. Мы действуем так. Что бы там ни случилось, все на вашей ответственности. Такие есть, черт возьми. А если зеркальщики правда там? Его, значит, положим. Это наш клиент. Я пойду с вами. Тогда советую надеть бронежилет, детектив. Прости за это, мужик. Раньше об этом надо было думать. У нас был отличный план. Босс, иди глянь на это. Волкоп. Ага. Руки за спину. Руки за спину, говорю. Ты у нас? Медик, которого вы бросили. Никак нет. Ты человек Синклера. Эйджей, отведи этого медика в заднюю комнату. Вы не понимаете. Еще как. Мы одни и те же инструкции читали. Зуй наверх и блондеет. Живо. Пошел. Двигай. Быстрее, мудень. Как думаешь, какой следующий ход, Дэнни? А мне какое дело? Ладно, ты всегда был хорош в этом. Они пойдут на штурм. Иначе они послали бы настоящего медика, мужик. Это точно. Надо поднять его. Он еле дышит. Там ему уж точно будет лучше. Эй! Похоже, ты идешь домой. Давай. Держу тебя, Рик. Давай, давай, мужик. Вот так. Ты как? Держи его крепко. Аккуратно с ним. Хорошо, пошли. Эй, капитан, для вас тут заложники. Отряд два возьмите их. Остальным прикрывать. А как же я? А ты нам нужен. Биггс! Биггс! Ваш выход, мальчики. Мне надо, чтобы вы влезли внутрь и сказали, что видите. Ага, сейчас сделаем, детектив. А что, если будет контакт? Только наблюдайте и докладывайте. Не вздумайте сцепиться с этими парнями, услышали? Наблюдать и докладывать? В рот мне ноги. Да ну нахуй, заходим. Точно, пригнись. Раз, два. В эту комнату. Итак, слушай внимательно. Жить хочешь, значит, будешь делать, как скажу. Тогда здоровяк. Ебало на замок и встал туда. Пошел нахуй, сам иди нахуй. Делаешь все, что я говорю, тогда останешься жить. Сел. Быстро. Как там обстановка, Чен? Вышел на позицию. Пока присматриваюсь. Принял, дашь знать, как будешь готов. Я тебя зубами захуярить могу. Ну отлично, ведь я могу тебя захуярить своим нехуевым стволом. Эй! Эй! На колени. Здравствуйте. Я сказал, на колени мудила. Не могли бы вы уделить мне минутку вашего времени? Еще один шаг, и ты помрешь. Хорошо. Убил моих друзей. Я спас их. Ты им глаза повырезал. Я просто хочу домой. Может оставите меня в покое? Найден рентген. Хорошая возможность. Наблюдай. Все путем? Двинули. Что это у нас тут? Что он так долго? Ликс, тик-так. Две минуты. Да. Все запустилось, босс. Все запустилось. Я тебя прямо сейчас пришить должен. Так чего ты ждешь? Я не убийца. Я не такой, как ты. Все мы равны в глаза Господа. Да пристрели ты его нахуй! С тобой мы разберемся через минуту. Заткнись! Давай! Золи ебало! Понадобилось много времени, чтобы я понял, что все мы одинаковые. Уличная гопота. Профессионалы вроде тебя. Копы. Банкиры. Мы все едины во грехе. Но затем Господь заговорил со мной. Вот как? И что он сказал? Ты не поймешь. Это как будто ты внезапно понимаешь, что надо делать. Ты ебанулся. Мне уже говорили. Но знаешь что? А вдруг я единственный нормальный? Не думал об этом с такой стороны? Господь заговорил со мной и велел мне спасать души людские. Столько, сколько смогу. Разве это нечто плохое? Бог велел тебе людям глаза вырезать? А что, проповеди и походы в церковь уже не работают? Он сказал мне, что глаза – зеркало души. И мое предназначение – в сборе душ. Понимаешь? Все просто. Господь заговорил со мной. Не прошло, блядь, и полгода. Рентген готовится казнить заложника. Зеленый свет. Повторяю, зеленый свет. Передай от меня привет Трейси. Господь защищает тех, кто служит Ему. Не уделите ли минутку вашего времени. Лентген убит. Лентген убит. Выдвигаемся. Своих людей внутрь не посылать, что бы ни случилось. Что-то я не уверен. Слушайте, тут сейчас такое завертится, что без ваших людей будет достаточно весело. Просто не путайтесь под ногами. Но если все пойдет в разнос, мы заходим. Справедливо. Готовы? Понеслось. Тихо. 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 Внутрь. Пошли нахуй. Девушки отдыхают. Жаль тебе их уже не потратить. А ты, значит, их тратить собрался, Синклер. Точку. С них не убудят. Что происходит, Синклер? Всего лишь один из этих мачо-моментов, которые вы так любите, детектив. Знаешь, Пол, тобой не очень-то довольны. Пять раз ты их обносил. Шесть вообще-то. Рентон. Значит, это был ты. Мы были поблизости. Хватит уже. Во как. Пока я не выясню, какого черта происходит, вы арестованы. Смотрю, вы наконец-то докумекали, детектив. Дай угадаю, вы не измен обороны. Мы с картелем, если ты еще не поняла. Это правда? Все не так однозначно. Главное, что ты прижала опасного преступника. А мы смогли понять, в чем дело, когда ты отправила его фото. Так что большое спасибо, детектив. Не за что. Господи. Господи. Что ты сказал? Он сказал, беги. Похоже, кавалерия подоспела. Мы тут, детектив. Как раз вовремя, ребятки. Как я уже говорил вашему боссу, детектив. Не путайтесь под ногами. Джонс. Я тут. Не будь идиотом. Легко тебе говорить. У тебя нихуя семьи нет. Бросай. Бросай, говорю. Мы все можем с этого что-то поиметь. Скажем просто, что Пол ушел с деньгами. Разделим на троих. Неплохое выйдет всем жалование. Потратишь его на ярмарке фолсом, мудень? Просто мысли вслух. Но вам не про меня, надо беспокоиться, детектив. Сдавайся, Пол. Нас тут двое, а ты один. Время пришло, как думаешь? Ты же знаешь, что он прав. Блядь. Блядь. Ну, у вас почти получилось. Да. Десять минут, вошли и вышли. Предполагалось, что будет просто. Такое место без присмотра. Запасной план какой? Лифт? Откуда ты узнал про него? Я же не идиот, Пол. Изучил планы здания. Так вы его запустили? Ага, они замуровали его, но все оставили целым. Мном. Недостаточно умно, по всей видимости. Недостаточно. Прости, Пол. Это оно, да? Ага. Красная свеча, как думаешь? О, да. Прости за брата. Дико ты нахуй. Узнаю семейные сходства. Что нам с тобой делать? Если вы решили делать то, что, похоже, решили, то я буду меньше из ваших проблем. Но лучше перестраховаться. Чен! 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 Я тут. Я тут. Я тут. Да. Ты всегда был. Что тут за хуйня? Ты в норме? Бывало и лучше. Я разберусь, детектив. Да уж, сделай одолжение. Иди всади в него пулю. Однозначно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че тут за хуйня? Че тут за хуйня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дэнни, это ты нахуйня? Не хуйняхуй со мной шутить, Дэнни. 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 Ты что за черт? Дэнни. 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 Я видел, что ты с моим человеком сделал. Оставьте меня в покое. Вот как? Я так думаю, мне стоит сделать полиции Лос-Анджелеса одолжение. Прошу. Дай мне объяснить. Дай мне объяснить. Дай мне объяснить. Дай мне объяснить. Если твое око будет чисто... Дай мне объяснить. 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 Дай мне объяснить.